Погода в Казахстане В Кокшетау пасмурно ожидается снег с дождем. Температура воздуха днем достигнет плюс 4 градуса. Ночью термометры покажут плюс 1. В Кастанае тоже небольшой снег с дождем. Воздух прогреется до 6 градусов тепла днем. Ночью также плюс 1 градус. В Петропавловске тоже пасмурно. Снег с дождем. Максимальная температура воздуха в полдень 3 градуса тепла плюс 1 градус ночью. В Павлодаре небольшой дождь. В полдень столбики термометров поднимутся до отметки плюс 6 градусов. Ночью 3 градуса выше нуля. В Караганде пасмурно. Снег с дождем. Плюс 4 на термометрах днем. Плюс 1 градус ночью. На западе Казахстана погода также зависит от капризов осени. На всей территории будет облачно и дождливо. В Октабе пасмурно. Дождь. Днем максимальная температура воздуха 11 градусов тепла. Ночью плюс 4 градуса. В Уральске пасмурно. Ожидается сильный дождь. В разгар дня термометры покажут плюс 13 градусов. Ночью до плюс 6 на термометрах. В Атрау облачно. Дождь. Днем столбики термометров поднимутся до плюс 15 градусов. Ночью 10 градусов тепла. В Октабе пасмурно. Небольшой дождь. Днем воздух прогреется до плюс 16 градусов. Ночью температура воздуха 14 градусов тепла. В южных регионах страны дыхание осени все заметнее. Облачно и дождливо. Днем температура воздуха поднимется лишь до 8-11 градусов тепла. Ночью прохладно. Плюс 1, плюс 4 градуса. В Туркестане переменная облачность. Максимальная температура воздуха днем плюс 10 градусов. Ночью плюс 2 градуса на термометрах. В Кызыларде тоже переменная облачность. Днем до 11 градусов тепла. Ночью плюс 4 градуса. В Шемкенте небольшой дождь. В полдень солнце прогреет воздух до плюс 9 градусов. Ночью 1 градус выше 0. В Таразе облачно. Небольшой дождь. Также плюс 9 градусов в разгар дня. Ночью плюс 2 на термометрах. В Талды-Кургане тоже возможен дождь. Днем 8 градусов тепла. Ночью термометры покажут плюс 4 градуса. В Восточном Казахстане по-прежнему ожидается переменная облачность с осадками. В Усть-Каменоборске облачно. Дождь. Днем температура воздуха поднимется до 11 градусов тепла. Ночью плюс 5 градусов. В Семее небольшой дождь. В полдень на термометрах плюс 12 градусов. Также плюс 5 градусов ночью. В Алматы переменная облачность. И по осеннему прохладный день. Ожидается снег с дождем. Днем температура воздуха достигнет плюс 7 градусов. Ночью всего 3 градуса тепла. Жители и гостей столицы ожидают такой же прохладный день с дождем и снегом. В полдень на термометрах лишь плюс 4 градуса. Плюс 1 градус ночью. Метеослужба телеканала Хабар желает вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Вакцинация от коронавируса поможет защитить себя и своих близких. Жизнь современного человека невозможна без электричества. Но для получения света в наши дома и офисы нужно получить технические условия согласно утвержденным правилам и нормам. Электроэнергия, как и любая регулируемая услуга, имеет утвержденный тариф, и каждый потребитель имеет право на получение информации о том, из чего он формируется и насколько он обоснован. Реально ли сэкономить на оплате за электроэнергию? Да. Среднеотпускной тариф фиксированный и не зависит от объемов потребления. Вы платите одинаково по среднему тарифу и за 100, и за 300 кВт. Дифференцированный тариф делится на три уровня в зависимости от объема потребления – минимальный, средний, повышенный – и количество проживающих людей. Вы можете сами контролировать объем потребления, чтобы платить по минимальному тарифу. Каждый потребитель имеет право на получение информации о формировании тарифов и участие в обсуждении тарифов.